Сегодня мы обсуждаем 12-ю и последнюю главу книжки Эйстейна Линнебо «Динамическая теория множества» называется глава, а книжка называется «Тонкий объект». Для начала немножко нужно напомнить, в основном 12-я глава продолжает третью главу, в которой этот разговор уже начинался, и здесь он уже доходит до своего финала в каком-то смысле. Значит, у нас будет использоваться язык множественной логики и единственным нелогическим предикатом в этом языке будет вот такой вот сет x, x, y, который означает, что множественность иксов формирует множество y. То есть y – это множество, и иксы – это элементы, получается, этого множества. Кроме того, нужно напомнить о множественном законе номер 5, который говорит о том, что множество, составленное из множественности иксов, равно множеству, составленному из множественности иксов, тогда и только тогда, когда для всякого z, z является одним из иксов, тогда и только тогда, когда z является одним из иксов. Ну, обычная экстенсиональность у нас тут в критерии равенства. Два множества одинаковые, если они из одинаковых элементов состоят. Это мы можем разложить на два отдельных принципа, на принцип, который обозначается коллапс, и второй принцип обозначается экст. То есть один из них говорит о существовании, это вот коллапс, он говорит о том, что для всякой множественности из u существует какой-то x, который является множеством, составленным из этой множественности. То есть коллапс говорит о том, что существует какие-то множества, и они составлены из множественностей. А экст – это критерий тождества, который, собственно, и представляет собой экстенсиональность. Вот. Такую вот запись необходима f мы будем интерпретировать в соответствии с интерпретационной модальностью, как это Линнебо называет. И это будет означать, независимо от того, как мы абстрагируемся, и тем самым изменяем значение языка, f имеет место. Вот сколько бы мы раз не абстрагировались, f имеет место. Такой вот записью φ с даймондом мы будем обозначать потенциалистский перевод. Потенциалистский перевод любой формулы φ производится следующим образом. Мы меняем обычные квантеры на моделизованные квантеры. То есть если у нас есть квантер общности, мы записываем «необходимо» и потом квантер общности. Если у нас квантер существования в формуле, то мы перед ним ставим возможности, оператор возможности. Ну и, соответственно, переводы коллапс и экст потенциалистские выглядят вот таким вот образом. То есть коллапс говорит о том, что необходимо для всякой множественности у, возможно, существует такой... А тут вот вместо у возле квантера общности x и должно быть. Существует такой y, что y является множеством, составленным из этих x. Ну и, соответственно, потенциалистский перевод x выглядит таким образом. Изменение небольшое, всего лишь перед квантером общности появилась необходимость. И все. Ну и, кроме того, была доказана теорема, которая в книжке называется теорема о зеркалировании. Она говорит, что если из формулы первая фиэнная выводится формула ПСИ, то из потенциалистских переводов выводится в потенциалистской логике потенциалистский перевод ПСИ. Ну и наоборот тоже. То есть в одну сторону и в другую. То есть логически у нас ничего не меняется с точки зрения логического вывода. Ну, то есть доказуемости не логического вывода. Вот. Ну, для начала, прежде чем мы построим модальную теорию множества, динамическую теорию множества, как она здесь называется, там необходимо сделать выбор модальной логики. Вот. Когда мы рассматривали процесс абстрагирования, у нас получалось так, что вот у нас есть какие-то объекты, они называются в книжке спецификации, мы над этими объектами определяем какое-то отношение единства, и благодаря этому отношению единства мы можем перейти на следующий уровень, да, мы можем получить новые объекты, которых у нас до этого не было. Ну, вот так появляются абстракции, абстрактные объекты. Ну, и затем мы можем на этих абстракциях дальше абстрагироваться, и таким образом у нас вот процесс абстрагирования как бы разделен на этапы, получается. И вот каждый этап абстракции, он нам дает новые объекты, и каждый этап абстракции мы будем понимать как отдельный возможный мир. Вот. Антология такого возможного мира достаточно простая. она содержит, она предполагает объекты и предполагает понятия, которые были введены к этому этапу. То есть мы на любом этапе можем посмотреть, какие у нас объекты предполагаются существующими, какие понятия там определены и так далее. Вот. Кроме того, у нас будет отношение достижимости между этими возможными мирами, и оно будет обладать следующими свойствами. Во-первых, оно будет представлять собой частичный порядок, то есть это будет отношение, которое является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным. Ну, если с рефлексивным и транзитивным все, в общем, понятно, насчет антисимметричности, напомню, антисимметричное отношение, например, допустим, у нас отношение такое R, если между A и B есть отношение R, то между B и A отношение R быть не может. Если оно будет между B и A, то тогда это значит, что A и B равны. Кроме того, отношение достижимости между этими возможными мирами будет вполне фундированным, что означает, что какое бы мы подмножество возможных миров не взяли, всегда можно выделить минимальный элемент. И, кроме того, это отношение будет конвергентным. Конвергентное означает, что, допустим, у нас есть в каком-то возможном мире два, скажем так, типа спецификации. Допустим, у нас есть наш излюбленный пример с прямыми линиями и, например, есть, не знаю, там, понятия, например, да. Вот. Ну, то есть объемы понятий. Соответственно, мы можем абстрагироваться либо над линиями, либо над объемами понятий. За один этап мы делаем какой-то один шаг абстракции. Допустим, мы выбрали абстрагироваться над линиями, получили направление. Затем мы, соответственно, можем абстрагироваться над объемами понятий и получить числа, натуральный числ. Если мы абстрагируемся после того, как мы абстрагировались над линиями, абстрагируемся над объемами понятий, получаем числа, мы попадаем в некий мир, который является общим расширением для двух разных миров, которые получены следующим образом. То есть вот у нас был выбор. Мы сначала могли абстрагироваться над линиями или могли абстрагироваться над объемами понятий. То есть мы могли двинуться в мир номер, мир, который мы назовем W1, или в мир, который мы назовем W2. Вот. Из тех миров у нас же никуда, соответственно, второй тип спецификации не делся. Мы можем двинуться, ну, то есть абстрагироваться и двинуться дальше. И таким образом из первого мира и из второго мы попадем в один общий мир W3. Вот. То есть как бы расширения соединяются вместе. Два расширения одного мира имеют общее расширение. Вот. И также отношение достижимости будет максимальным. Максимальность не очень строгий формальный принцип, ну, по крайней мере, Линоба дает ссылки на то, где он достаточно строго вводится, в каких работах. Ну, здесь он понимается скорее неформально, с такой отсылкой, что можно его и более строго понять. Максимальность предполагает, что все, что можно ввести, то есть все абстракции, которые можно осуществить, они вводятся сразу же. То есть вот мы можем абстрагироваться над линиями, мы это делаем. То есть мы не можем сказать, что нет, мы как бы подождем пока и не будем абстрагироваться. Это осуществить нельзя. То есть каждый раз мы должны какой-то шаг абстракции осуществлять обязательно. Вот. И максимальность выводится из линейного порядка. Правда, линейный порядок – это нечто большее, чем просто максимальность. Там еще некоторые другие принципы предполагаются. Вот. Поэтому это не совсем линейный порядок. Вот. Значит, поскольку у нас отношение достижимости является рефлексивным и транзитивным, то это означает, что мы можем взять систему S4. Поскольку это отношение является конвергентным, то мы можем взять аксиому G. Вот они выглядят так. Аксиома номер 4 говорит, что если необходимо F, то необходимо необходимо F. Аксиома G говорит, что если возможно, необходимо F, то необходимо возможно F. То есть с помощью G мы можем переставлять модальные операторы, с помощью аксиома 4 мы можем схлопывать модальности. Вот. Ну, кроме того, в этой логике у нас будет выполняться обратная формула Barcan. Формула, которая имеет такой вид, необходимо, что для всякого X выполняется F, то для всякого X необходимо выполняется F. Вот. Эта формула гарантирует, что домен не уменьшается. Вот. Кроме того, кроме того, у нас будет понятие замыкания формулы. Ну, здесь, конечно, опечатки у меня всякие. Вот. Замыкание формулы – это приписывание универсальному замыканию формулы оператора необходимости. И кроме того, мы будем любые открытые формулы понимать как сокращение для универсальных замыканий. То есть мы предполагаем, что никаких свободных переменных нет. А все они, если квантер не указан явным образом, то это означает, что данная переменная схватывается квантером общности. То есть это вот универсальное замыкание. Да, вот это то, что я сказал. Введем определение 12.1. Модальная первопорядковая логика, которую мы будем использовать, состоит из классической системы S4.2. Это вот как раз S4 плюс аксиома G. Обычных правил введения и удаления для равенства и первопорядковых квантеров, а также аксиомы вот такого вида, что если x не равно y, то x не равно y с необходимостью. Ну, в S4 можно доказать необходимость для тождества. Там в S4 доказывается, что если x равно y, то необходимо x равно y. Но вот необходимость различия доказать нельзя. Потому что для доказательства различия в S4 еще требуется аксиома, так называемая... Ну, аксиома B, которая брауэровская аксиома. И она в S4 не выполняется. Она говорит, что если f, то необходимо, возможно, f. Вот. Так. Теперь посмотрим на множественную логику. Вот мы определили первопорядковую модальную логику, теперь еще множественности туда добавим. У нас будет такой вот принцип свертывания, множественного свертывания. Существует такая множественность x, что для всякого u, u является одним из этих x тогда и только тогда, когда выполняется условие f. И в условии f у нас содержит одну свободную переменную, обычную, объектную, u. И не содержит свободно множественную переменную x. x. Вот. Ну и здесь для удобства Linnebo снова отходит от понимания множественностей, как они понимаются в обыденном, в естественном языке. В естественном языке множественности не могут быть пустыми. Здесь мы предполагаем, что множественности могут быть пустыми просто для удобства. Можно, конечно, без этого обойтись, но тогда у нас формализм будет немного более громоздким. Вот этот принцип множественного свертывания, он импредикативен, потому что условие f может содержать в себе связанные множественные перемены. Главное, чтобы свободно не содержалась множественная перемена xx. Вот. Ну, соответственно, там, поскольку есть квантеры по множественности, могут возникать какие-нибудь сложные ситуации. Ну, казалось бы, это открывает возможность для формулирования парадоксов. Вот. Но, в принципе, импредикативность обосновывается тем, что Linobo называют квазикомбинаторной концепцией множественности. И эта концепция множественности предполагает, что какая бы множественность перед нами ни была, конечная или бесконечная, мы всегда можем ее просмотреть и отобрать те элементы, которые нам нужны для того, чтобы сформировать из этой множественности еще одну множественность. Ну, в общем и целом, конечно, с обыденной точки зрения, это несколько смелое утверждение, да, очень смелый такой принцип, очень сильный. Но в целом, с точки зрения математики, вполне себе нормальный. У нас в математике много разных принципов, которые в классической математике, которые настолько же сильны, как и этот. Там какая-нибудь ксиома выбора, например. Вот. Теперь поговорим о стабильности. О стабильности отношения быть одним из множественностей. Стабильность предполагает следующее. Значит, если u является одним из множественностей x, то необходимо u является одним из множественностей x. То есть из множественности никакие элементы, так скажем, исчезнуть не могут ни в каких возможных мирах дальше. То есть множественность у нас определена, и она сохраняет свои элементы на протяжении всех возможных шагов абстракции. Кроме того, стабильность еще для отсутствия, скажем так, элементов множественности работает. То есть если u не является одним из x, то тогда u не является одним из x с необходимостью. Если у нас на каком-то этапе абстрагирования была задана какая-то множественность, и были какие-то еще объекты, которые в эту множественность не попали, то они в эту множественность никогда не попадут. Сколько бы мы раз мы не абстрагировались. В общем случае можно сформулировать вот это требование стабильности для любого условия f следующим образом, что если f от u, то необходимо f от u, и если неверно, что f от u, то необходимо, что неверно f от u. Вот, стабильность, однако, так определенная, предполагает, что множественности могут расти, когда появляются новые объекты. То есть там у нас говорилось только о том, что старые объекты не могут в множественности войти, а про новые объекты ничего не говорилось. Вот, но это мы тоже можем запретить, и это мы можем запретить с помощью вот такого вот принципа, который называется inext, или это принцип нерасширяемости для отношения быть одним из. Вот он вот таким вот образом формулируется. И, как видно, по самой структуре этой формулы он очень сильно напоминает некоторые правила, стандартные правила работы с первопорядковыми квантерами. Только здесь вместо квантера необходимость. Вот, и кроме того, он очень сильно напоминает собой формулу Баркан. Формула Баркан имеет вот такой вид для всякого u, необходимо teta, то необходимо для всякого u teta. Вот, формула Баркан предполагает, что домен достижимого мира является под доменом мира оценки и, соответственно, предполагает, что домены не растут. Вот формула Баркан предполагает, что домены не растут. Вот, ну и таким образом, если мы сформулируем вот этот принцип нерасширяемости для множественностей, то у нас получится, что множественности расти не могут. Введем определение 12.2. Множественной первопорядковой логикой мы будем называть следующее. Мы берем стандартную первопорядковую логику, добавляем к ней стандартные правила введения и удаления для множественных квантеров. И также принцип свертывания для множественности. То есть у нас была до этого просто первопорядковая логика. Ну, здесь у нас с множественностью. Ну, и вот теперь мы готовы сделать уже модальную первопорядковую логику с множественностями. Это MPFO. Она добавляет к множественной первопорядковой логике модальную логику S4.2, которую мы до этого определили. Добавляет принцип стабильности различности. Да, вот это то, что если x не равен y, то x не равен y с необходимостью. Добавляет аксиомы стабильности для отношения быть одним из множественностей. И все подстановочные случаи принципа нерасширяемости для множественности. Подстановочные случаи здесь имеются в виду, потому что там используются условия θ, которые могут раскрываться в какие-то очень сложные формулы. То есть и next — это у нас схема. Соответственно, вот здесь мы все подстановочные случаи добавляем этой схеме. Дальше мы еще введем такое понятие, как экстенсиональная определенность. Вот формула, или точнее, наверное, правильно говорить условие. Условие f будет называться экстенсионально определенным в мире w только в том случае, если экстенсионал этого условия остается тем же самым в любом более позднем мире w'. Ну вот, например, как с множественностями у нас было. У нас множественность, на каком-то этапе она была определена, и, соответственно, во всех следующих этапах она не уменьшается и не увеличивается. Вот. Она экстенсионально определенна. Вот как можно формализовать вот эту вот экстенсиональную определенность некоторого условия f? Формализовать его мы можем вот таким вот образом. Эта экстенсиональная определенность условия f. она формализуется на основе множественности и отношения быть одним из множественностей. То есть мы знаем, что отношение быть одним из множественностей является экстенсионально определенным, и поэтому любое условие f, которое будет здесь работать, оно тоже окажется экстенсионально определенным. Вот. Теперь мы можем доказать лему 12.1. Она утверждает, что из экстенсиональной определенности f следует стабильность f и все подстановочные случаи схемы нерасширяемости для f. Ну, то есть следуют вот эти вот формулы. stb плюс f, stb минус f, x и next f. Вот. И также можно доказать, что если два экстенсионально определенных условия коэкстенсиональны, то есть они выполняются одними и теми же объектами, то они коэкстенсиональны с необходимостью. Они будут выполняться одними и теми же объектами во всех достижимых возможностях мира, которые следуют за данным. Вот. Соответственно, у нас теперь два очень важных преимущества появилось. То есть благодаря неограниченному множественному свертыванию у нас есть произвольные множественности, мы можем любые множественности создавать на любом этапе. И поскольку у нас есть теперь экстенсиональный... Ну, и теперь у нас есть вот экстенсиональный способ отслеживать наборы объектов, то есть вот эти множественности между возможными мирами, благодаря тому, что отношение быть одним из множественностей является экстенсионально определенным. То есть мы всегда можем сказать, что вот одна множественность в одном возможном мире, и дальше во всех других, следующих возможных мирах мы можем эту множественность отследить. Вот она в этом мире, вот она в том мире и так далее. Теперь о множествах уже поговорим непосредственно. Традиционно такое интуитивное понимание того, что такое множество, предполагает, что это некоторый набор, который составлен из своих элементов. Да, это множество, это некоторый объект. В отличие от множественности, множественность — это просто группа объектов, которая не представляет собой чего-то единого. Множество — это уже объект, который как бы над этими объектами надстроен. Вот, и такое наивное понимание множества предполагает экстенсиональность, то есть то, что множество определяется своими элементами, и предполагает приоритет элементов над множеством. То есть сначала у нас элементы существуют, только после этого появляется множество. Множество не может появиться до своих элементов, ну, потому что их просто еще нет. И, соответственно, если у нас нет, мы можем создать только пустое множество. Определим следующее Определение 12.3 Будем говорить, что язык L с индексом принадлежности Это язык обычной немодальной теории множества Как обычно всем знакомая теория множества формулируется Вот это вот этот язык Соответственно, мы можем добавить туда множественности И это будет язык, который обозначается L И с индексом P для множественностей И вот это вот отношение принадлежности Ну и, соответственно, мы можем добавлять туда модальности К этим немодальным языкам И получать уже такие потенциалистские языки Вот у нас потенциалистский язык для обычной теории множеств Обычной теории множеств с модальностями И вот это вот уже потенциалистский язык Для немодального множественного языка Вариант, когда мы туда модальности добавили Вот, теперь рассмотрим свойства множеств более подробно И как они себя будут вести, когда мы переходим в модальный контекст Значит, экстенсиональность Она обычно сдается с помощью аксиомы экстенсиональности И формулируется эта аксиома следующим образом Х равен у, где х и у это множество Тогда и только тогда, когда для всякого у У является элементом х Тогда и только тогда, когда у является элементом у Вот, даже если мы перед этой аксиомой запишем Оператор необходимости в самом начале То это все равно нам не позволит рассматривать множество Из разных возможных мирах и сравнивать их друг с другом Мы всегда с помощью аксиомы экстенсиональности Можем отождествлять или различать множество Только внутри отдельного возможного мира Вот, нам еще нужна межмировая версия Аксиомы экстенсиональности И сделать ее мы можем на основе Собственно, вот, аксиомы экстенсиональности И принципа, что быть элементом множества Является экстенсионально определенным понятием То есть множество у нас будет содержать Одни и те же элементы во всех мирах Где это множество существует То есть множество у нас будет Так же, как и множественности Определено раз и навсегда Ну и в конце концов у нас ведь есть оператор, который из множественности делает множество. Множественности у нас не меняются, и, соответственно, в каждом возможном мире мы можем просто-напросто создавать одно и то же множество, и все. Соответственно, у нас вот этот вот принцип, экстенсиональная определенность для отношения элементности, формулируется следующим образом. Существует такая множественность у, что необходимо для всякого у. у является одним из у тогда и только тогда, когда у является элементом х. Вот, по лемме 12.1 вот этот вот принцип, экстенсиональная определенность для элементности, влечет аксиомы стабильности для отношения быть элементом какого-то множества для элементности, а также все постановочные случаи схемы нерасширяемости для этого отношения. Вот, то есть мы также доказали, что у нас множество, как только множество появляется, из него элементы во всех последующих возможных мирах исчезнуть не могут, и новые элементы туда тоже не могут добавиться. То есть множество у нас так же, как множественность, определяется раз и на себя. Ну вот это принцип нерасширяемости для множества. Вот, вот эта самая экстенсиональная определенность элементности, она позволяет доказать, что замкнутые первопорядковые формулы абсолютны в транзитивных структурах. Но как это можно сделать? Для этого нам нужно ввести определение 12.4. Оно у нас будет следующее. Такая вот запись для всякого xf будет называться замкнутой тогда и только тогда, когда f имеет форму x является элементом y, то psi. А существует xf, будет называться замкнутым тогда и только тогда, когда f имеет форму x является элементом y и psi. Ну и, соответственно, мы можем это записать следующим образом. Мы первое условие будем записывать как для всякого x, являющегося элементом y, psi. А второе будем записывать как существует x, являющийся элементом y, psi. Ну и первопорядковая формула будет называться связанной, то есть она будет в классификации формулы относиться к множеству дельта 0. Тогда и только тогда, когда все квантеры в ней связаны, вот в соответствии с этим определением. Лемма 12.2 теперь может быть доказано. Пусть f – это связанная формула немодального первопорядкового языка теории множества. Пусть f с даймондом – это ее потенциалистский перевод. Тогда в модальной логике с множественностями, первопорядковой логике с множественностями, с двумя аксиомами, связанными с межмировым принципом экстенсиональности, это экстенсиональная определенность элементности и нерасширяемость элементности. Доказуемо, что φ имеет место тогда и только тогда, когда имеет место потенциалистский перевод φ. А также доказуемо, что φ стабильна. Доказательство этой леммы дается в приложении 12a, и все последующие леммы и теоремы доказываются в приложении, но мы приложение не рассматриваем. Если у кого-то есть желание, можно обратиться к приложению и посмотреть доказательства. Теперь по поводу второй особенности множества, по поводу приоритета. Приоритет может быть сформулирован таким образом. x является элементом y. Если x является элементом y, то, возможно, x существует и y не существует. То есть x могут существовать, то есть элементы множества могут существовать, а множество еще, может быть, и не существует. Но не наоборот. Однако отношение достижимости у нас таково, что поздний мир должен включать в себя ранний в качестве поддомена. И поэтому проще всего отказаться от использования свободной логики и отказаться от предикатов существования. И проще всего взять аксиому фундирования в качестве одной из аксиом. А вот аксиома фундирования из обычной теории множеств. Вот такая вот. Значит, аксиома фундирования следует из принципа приоритета и того, что достижимость является вполне фундированной. Рассуждение по этому поводу дается на странице 213. Оно очень кратко может быть представлено таким образом. Допустим, у нас есть некоторое множество, назовем его x, и у нас есть некоторый класс миров, который содержит по меньшей мере один элемент из этого множества x. Точнее, эти миры из этого класса содержат по меньшей мере один элемент. По принципу вполне фундированности и отношения достижимости у нас имеется некоторый минимальный элемент этого класса. То есть самый минимальный возможный мир. Назовем его w0. И пусть y это элемент x, который существует в w0. Допустим, некоторый элемент z этого же множества x является элементом y. Но тогда по принципу приоритета z должен существовать в каком-то возможном мире w1, который бы был раньше, чем w0. Но это противоречит минимальности w0. Мы уже установили, что w0 это самый минимальный мир. А тут у нас должен существовать какой-то мир еще до него. У нас противоречие в нашем рассуждении. Соответственно, никакой элемент множества x не может быть элементом множества y. И это, собственно, дает нам аксиому фундированности. Теперь по поводу экстенсиональной определенности еще поговорим немножко. Мы уже установили, что понятие элементности является экстенсионально определенным. А является ли экстенсионально определенным понятие подмножество? Ну вот, отношение быть подмножеством какого-то множества. Его мы можем сформулировать вот так. Тоже мы строим его на основе отношения быть одним из множественностей, потому что это отношение является экстенсионально определенным. То есть у нас говорится, что существует некоторая множественность x, и необходимо для всякого u. u является одним из этой множественности x тогда и только тогда, когда u является подмножеством какого-то множества a. Соответственно, мы можем доказать лему 12.3. Теперь рассмотрим теорию в языке, в модальном языке с множественностями, и, ну, то есть модализованный язык модализованной теории множеств с множественностями, вот так вот назовем, которая, собственно, состоит из теории MPFO, до этого мы ее ввели, и аксиом экстенсиональности, затем принципа экстенсиональной определенности для элементности и аксиомы фундирования. И в ней мы можем доказать, в этой теории, мы можем доказать стабильность для отношения быть подмножеством. Однако мы не можем в ней доказать отношение нерасширяемости быть подмножеством. И, соответственно, поскольку не можем доказать нерасширяемость, то мы не можем доказать и экстенсиональную определенность отношения быть подмножеством. Но поскольку у нас есть максимальность в отношении достижимости, а максимальность требует, чтобы создавались все возможные объекты на любой стадии, и в данном случае, например, мы можем создать множество, соответственно, мы должны создать множество. Получается, что подмножество всегда будет создаваться одновременно с надмножеством. И максимальность гарантирует, что экстенсиональная определенность отношения быть подмножеством выполняется. Поэтому, говорит Линобо, мы можем взять ее просто в качестве аксиомы, несмотря на то, что вывести ее мы явным образом не можем. То есть синтаксически мы ее получить не можем, но поскольку семантически она выполняется, давайте мы ее в качестве аксиомы возьмем. И теперь мы готовы дать определение 12.5. Следующее. Пусть NS — это теория в этом моделизованном языке теории множеств с множественностями, добавляющая к теории MPFO в качестве аксиома экстенсиональности, затем принцип экстенсиональной определенности для элементности, аксиому фундирования и экстенсиональную определенность для отношения быть подмножеством. И пусть NS минус — это то же самое, что NS, но без экстенсиональной определенности для подмножества. Вот мы две выделим. Поскольку мы явным образом не можем вывести принцип экстенсиональной определенности для подмножества, мы сохраняем себе возможность... То есть строятся две теории, вдруг у нас этот принцип перестанет в какой-то момент работать, ну и тогда мы можем всегда откатиться от более слабой теории без этого принципа. Вот. Ну, NS интересна тем, полная, более полная система, да, вот с этим вот принципом экстенсиональной определенности для подмножества, она интересна тем, что в ней доказуемое расширение Леммы 12.2 до формул со связанными множественными квантерами. Лемма 12.2, она утверждала, соответственно, что если... Ну, точнее, она говорила, что фи выполняется тогда и только тогда, когда выполняется потенциалистский перевод фи. Вот. Вот, теперь мы перейдем от условий к множествам уже. Для начала, вот у нас есть такая наивная схема свертывания, наивный принцип свертывания. Он приводит к парадоксам. Это всем известно, что вместо фи можно подставить, там, например, не быть элементом самого себя, да, и так далее. И у нас получится парадокс Рассела. Вот. То есть нам нужно как-то ограничить эти условия. Какие условия мы можем оставить, чтобы у нас с одной стороны множество можно было создавать, с другой стороны у нас парадоксы не возникали. Давайте посмотрим на это с модальной точки зрения. Вот. Возьмем потенциалистский перевод этого наивного принципа свертывания. Он вот такой вот. Возможно, существует х такой, что необходимо для всякого у. У является элементом х тогда и только тогда, когда я. Вот. У нас есть вот такой вот принцип, который мы уже до этого ввели, который предполагает, что объекты, которые являются элементами х, являются элементами х с необходимостью. Ну, то есть всякое множество экстенсионально определенное. Это принцип экстенсиональной определенности. Вот. Кроме того, мы можем получить вот такую вот штуку, которая у нас будет говорить, что если потенциалистский перевод наивного принципа свертывания выполняется для некоторого условия F, то, возможно, существуют объекты с необходимостью, являющиеся экстенсионалом для F. То есть это объекты, которые выполняют условия F. То есть, другими словами, если условие F определяет какое-то множество и, то есть не приводит к парадоксу, а это означает, что для этого условия выполняется принцип, потенциалистский принцип наивного свертывания, то для F возможно быть экстенсионально определенным. То есть это условие может быть экстенсионально определенным. Вот. У нас есть потенциалистский вариант принципа коллапс. Это принцип, который говорит о существовании. Вот. Коллапс этот эквивалентен тому, что если для условия возможно быть экстенсионально определенным, то это условие определяет множество. То есть если условие экстенсионально определенное, то оно определяет множество. Другими словами, у нас получается, что условие определяет множество тогда и только тогда, когда возможно, что это условие является экстенсионально определенным. Соответственно, неисчерпаемые условия не могут определить множество. Вот. Любое экстенсионально определенное условие задает множество. Те условия, которые не являются экстенсионально определенными, множество не задают и приводят к парадоксам типа парадокса Рассела, парадокса Кантера, Бураль-Форти и всем остальным. Соответственно, у нас был до этого модальный вопрос о том, какие условия подходят для наивного принципа свертывания. И мы на него дали модальный ответ. Нет, это условия, которые, возможно, являются экстенсионально определенными. Если для некоторого условия возможно, что оно является экстенсионально определенным, значит, это условие определяет множество, и оно подходит, и оно не приводит к парадоксам. И Линоба отмечает, что это очень тесно связано с идеей Кантера. Кантер говорит о последовательных или непротиворечивых многообразиях. И он говорит, что вот такие многообразия, они образуют множество, а вот противоречивые или непоследовательные, они не образуют. А при этом многообразие является непротиворечивым, если оно может быть, как это Кантер выражается, завершено. То есть метафорически это может представить как возможность для элементов существовать вместе. Если элементы некоторого многообразия могут существовать вместе, значит, они составляют собой множество. Если они не могут вместе существовать, значит, они множество не составляют. Вот, и вот эту идею Кантера можно понимать через определяющие условия. И тогда у нас получается, что непротиворечивое многообразие соответствует условию, которое возможно экстенсионально определенным. Возможно является экстенсионально определенным. Вот, если условие F стабильно, а по лемме 12.1 это будет любое полностью моделизованное условие, то тогда утверждение, что F не может быть экстенсионально определенным, эквивалентно утверждению, что оно является неопределенно расширяемым. А мы до этого в одной из глав встречали понятие неопределенно расширяемых, там, где Дамит еще обсуждался, по-моему, это также в третьей главе было. Вот, и, значит, неопределенная расширяемость может быть сформулирована вот таким вот образом. F является неопределенно расширяемым, когда выполняется вот следующее. Необходимо для всякой множественности иксов, возможно, существует U такое, что условие F с единственной свободной переменной U выполняется, и U не является одним из множественностей иксов. То есть у нас есть множественность иксов, которая выполняет условие, но при этом это условие выполняется еще чем-то, что не входит в эту множественность. Теперь мы можем, холь скоро мы уже от парадоксов-то избавились, теперь мы можем перейти к построению непосредственно уже модальной теории множества. Ну, для начала поговорим о базовой модальной теории множества, потом полную модальную теорию множества построим. Значит, нужно сначала напомнить, что Z — это теория множества цермела, она предполагает аксиому экстенсиональности, аксиому фундирования, аксиому пустого множества, множество пары, множество объединения или множество суммы, множество степени, аксиому выделения и аксиому бесконечности. Ну, а Z — это теория множества цермела-Фрэнкеля, это та же самая теория множества цермела, плюс еще аксиома замещения, Собственно, единственная аксиома, которая в теории множество несена Фрэнкелем. Ну, не совсем одним Фрэнкелем, да, там еще с Кулем серьезную работу провел в этом же направлении, но традиционно закрепился вариант формулировки аксиома замещения, который был предложен Фрэнкелем. Поэтому Фрэнкелем помнят лучше. Вот, и также мы будем еще с минусом обозначать соответствующие теории множеств без аксиомы множества степени. Она является достаточно сильной, и без нее можно некоторые результаты получить, но кое-какие очень важные результаты без нее получить не удастся. Мы можем доказать теперь теорему 12.1. В системе NS плюс коллапс модализованный выводятся потенциалистские переводы всех аксиом Z, кроме аксиомы бесконечности. В NS с минусом, то есть без принципа экстенсиональной определенности для отношения быть под множеством, и принципа коллапс выводятся потенциалистские переводы всех аксиом Z, то кроме аксиомы бесконечности, Z с минусом, кроме аксиомы бесконечности. Вот здесь получается, что для того, чтобы вывести аксиому множества степени, нам требуется обязательно, чтобы отношение быть под множеством было экстенсионально определенным. Если оно не является экстенсионально определенным, то аксиому множества степени вывести мы не можем. И кроме того, теорема 12.1 утверждает, что всякая немодальная теория множества из первого и второго пунктов этой теоремы интерпретируема в соответствующей модальной теории множества. Вот. Значит, вот этот вот принцип, экстенсиональная определенность для подмножеств, он требуется для обоснования только аксиомы бесконечности и для того, чтобы у нас в теории множеств выполнялся тоже принцип максимальности. Теперь перейдем к полной модальной теории множества. То есть до этого мы только z получали и z без аксиомы множества степени и без аксиомы бесконечности и там, и там. Теперь нам нужно zf, собственно, получить, получить аксиому бесконечности и получить еще аксиому замещения, раз уж это zf. Вот. Мы, во-первых, начнем с аксиомы замещения. Для того, чтобы получить аксиому замещения, нам требуется следующее допущение. Нам требуется допущение о том, что экстенсиональная определенность – это вопрос размера. И вот здесь у нас опять возникает эта доктрина ограничения размера, как в теории множество, обоснование того, откуда берутся некоторые аксиомы. Знаете, принцип, согласно которому множеством не может быть что-то слишком большое. То есть что-то только небольшого размера может быть множество. Вот. Значит, мы будем предполагать, что если f экстенсионально определенно и всякое f коррелирует с уникальным ψ, то ψ тоже экстенсионально определенно. Вот что значит здесь коррелирует? Это вот очень интересный вопрос. Мы можем сделать следующее. Пусть у нас будет некоторая вот такая вот операция, которую мы назовем функ. Она выполняется над потенциалистским переводом условия ψ, содержащим две свободных переменных у и в. И, по сути, это сокращение вот для вот такой вот длинной формулы, которая здесь на слайде видна. Вот с кучей разных модальностей и квантеров. И мы можем сформулировать теперь экстенсиональную определенность для замещения. Вот она формулируется вот таким вот образом. Здесь у нас используется вот этот вот функ, который только что был определен. Вот. Ну и что у нас это дает? Это дает нам возможность сформулировать теорему 12.2, которая говорит, что в NS с минусом плюс коллапс, плюс вот этот вот принцип экстенсиональной определенности для замещения, мы можем получить потенциалистский перевод аксиомы замещения. Ну, то есть вот это функ, это некоторая функция, которая, ну, вот если на более понятном языке теории множеств это объяснять, значит, аксиома замещения говорит, что если у нас есть некоторое множество, то мы можем применить функцию последовательно ко всем элементам этого множества, и в результате мы получим еще одно множество. Вот. Теперь нам нужно еще аксиому бесконечности вывести. И для выведения аксиома бесконечности мы будем использовать вот такое вот допущение о том, что истины о потенциальной иерархии множеств в некотором смысле отражаются в истинах об отдельных возможных мирах, которые эту потенциальную иерархию множеств составляют. Это мы выражаем следующим принципом. Принципом рефлексии, который имеет вот такую форму, что если выполняется потенциалистский перевод f, то тогда возможно выполняется f. Вот. Ну, как этот принцип рефлексии понимать? Его можно понимать следующим образом, что истинность некоторого утверждения, вот f, в модели, которая представлена потенциалистской иерархией множеств, то есть всей, гарантирует, что это утверждение возможно. Или можно сказать вот такое уточнение. Истинность утверждения f в этой модели означает истинность утверждения f, когда все его квантеры понимаются как пробегающие все возможные множества, включая еще не сформированные множества. То есть у нас иерархия же как бы она потенциально продолжается, мы можем сколько угодно осуществлять абстракцию. Вот. То есть на каком-то этапе абстрагирования у нас еще не все множество сформированы, на каком-то следующем у нас тоже еще не все множество сформированы, ну и так далее. Вот. Однако для того, чтобы f было истинно, при таком понимании достаточно, чтобы его потенциалистский перевод был истинным. Вот. Этот принцип рефлексии гласит, что истинность потенциалистского перевода гарантирует возможность самого утверждения f. Относительно этого есть три момента, которые необходимо прояснить. Во-первых, принцип рефлексии касается не только множеств, но и вообще формирования любых математических объектов. То есть он для любых работает математических объектов, не только для множеств. Вот. А любая ситуация, которая реализуется в потенциальной иерархии, должна пониматься как возможная. То есть если в потенциальной иерархии что-то реализуется, значит, это возможно. Вот. И второй нюанс, значит, заключается в том, что обычно принципы рефлексии выполняются сверху вниз. Ну, например, вот таким принципом рефлексии будет. Если f, то существует альфа, такое, что альфа – это одна из стадий кумулятивной иерархии цермела. И f выполняется при ограничении на альфа. То есть мы ограничиваем f значениями из того, что есть до альфа и включая альфа. И, значит, это вот у нас выполняется. Вот. А с другой стороны принцип рефлексии, который здесь вот только что был введен, представляет собой контрпример к вот этому обычному пониманию принципов рефлексии. обычно считается, что сверху вниз работает. То есть если для всей... Нет, если для какого-то... Ну, вот. Обычно считается, что принцип рефлексии работает сверху вниз. То есть вот таким вот образом, как здесь. Если он выполняется для какого-то одного, ну, скажем так, возможного мира или некоторой стадии кумулятивной иерархии, то он выполняется для какого-то более высокого фрагмента. А здесь у нас наоборот принцип рефлексии работает снизу вверх. И он говорит, что если нечто выполняется для всей иерархии, то есть для всей вот этой потенциальной цепочки возможных абстракций, то он выполняется где-то внутри этой цепочки в каком-то конкретном возможном мире. Ну, то есть он начинает выполняться, начиная с этого возможного мира. Вот. Кроме того, третий нюанс, который касается этого принципа рефлексии, состоит в следующем. Если мы этот принцип рефлексии применим к потенциалистскому принципу коллапс, который утверждает существование некоторых абстракций, и используем модус-понус, то мы получим, что, возможно, всякая множественность формирует множество. То есть мы получим вот такую вот штуку. Возможно, для всякой множественности х существует у, и для всякого у является элементом у тогда и только тогда, когда у является одним из этой множественности х. То есть, возможно, всякая множественность формирует множество. Однако, если мы подставим вместо вот этого вот множественной переменной, которая схватывается квантером общности, множественность всех множеств, да, множество это же объекты, соответственно, мы можем множественность этих объектов создать. Вот. Мы подставим туда множественность всех множеств, не содержащих себя в качестве своих элементов, то мы получим парадокс Расселла. Вот у нас еще одна сложность, которая снова приходит к парадоксам. Нужно как-то от нее тоже избавиться. Но мотивация для принципа рефлексии состояла в том, что всякая возможность, которая реализуется в потенциалистской иерархии, она должна реализовываться и в некотором возможном мире обязательно, внутри этой потенциалистской иерархии. То есть, если что-то реализуется для всей иерархии, оно реализуется в одном из возможных миров, в этой иерархии. Вот. И тут возникает такой нюанс, что есть две возможности, о которых идет речь. Во-первых, есть возможность, которая гарантируется потенциалистским переводом F. И эта возможность предполагает, что любые множественные квантеры пробегают только по тем множественностям, которые формируют множество. С другой стороны, есть еще возможность, которая описывается самой F. И вот эта вот вторая возможность, она предполагает, что множественные квантеры пробегают по большему числу множественностей, чем те, которые формируют множество. Соответственно, нам необходимо как-то ограничить принцип рефлексии сингулярными формулами F, для которых такого различия в описываемых возможностях нет. Когда мы это сделаем, мы избежим всех возможных парадоксов. Парадокс раз. Вот. И, кроме того, мы теперь можем доказать теорему 12.3. Она говорит, что из NS-, то есть без экстенсиональной определенности для подмножеств, принципа коллапс и принципа рефлексии, ограниченного соответствующим образом, выводится потенциалистский перевод аксиона бесконечности. Вот мы, наконец, к всем бесконечности вывели. Вот. Определение 12.7 теперь дадим. Пусть MS – это модальная теория множеств на основе NS, коллапс, значит, экстенсиональной определенности для замещения и принципа рефлексии. И мы можем теперь доказать теорему 12.4. Она говорит, что модальная теория множеств MS интерпретируема вне модальной теории ZF, а значит, она является непротиворечивой относительно ZF. Если теория множеств Ремила Френкеля непротиворечива, значит, модальная теория множеств тоже непротиворечива. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Попытаюсь ответить на ваши вопросы. Ну, или если, значит, пока сложно здесь ориентироваться, в небольшой режиме, значит, собственно, что здесь такое происходило? Происходило следующее. Вот на протяжении книги Линнабо разрабатывает особую метафизику, метафизику тонких объектов. С точки зрения этой метафизики мы можем, основываясь на некотором единстве для объектов, это могут быть объекты, с которыми мы очень хорошо знакомы в нашем обыденном опыте, формулировать абстракции. Дальше мы работаем с абстракциями, и на основе этих абстракций мы можем еще формулировать какие-то другие абстракции и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И получается, что вот эту метафизику, если мы возьмем, реализуем в виде некоторой логической системы, принципы вот этой метафизики, мы получим некоторую модальную логику с множественными квантерами. Первопорядковая модальная логика с множественными квантерами. И с ее помощью мы можем выразить... Ну, то есть из нее мы можем вывести динамическую теорию множества, которую вот он здесь разрабатывает. То есть получается, что теория множества, она у нас выводится из вот этих метафизических принципов, которые объясняют абстракцию, по крайней мере, с точки зрения Линоба. Да, до этого мы видели, как числа можно получить. Теперь множество получили, ну и так далее. Лев, а вот можно вопрос в отношении стабильности, нестабильности? Если мы имеем дело с математическими объектами, надо ли нам заботиться, чтобы их стабилизировать? Надо ли нам заботиться, чтобы сделать их необходимыми? Как-то я не вполне уверен, что это нам нужно. Но это как бы автоматически вроде должно быть. Ну, это должно быть автоматически, если у нас уже есть какая-то математика. Да, здесь как бы у нас получается, что у нас еще математики-то никакой нет. И мы должны как-то гарантировать, что она появится у нас. Чтобы у нас появилась именно математика, а не что-то другое, нам нужна вот эта стабильность. Ну, получается, раз мы выявили вот эту динамическую теорию множеств, мы теперь можем и всю математику вывести с ее помощью, да? Ну да. По крайней мере, ту, которая в теории множеств сводится. Вероятно, это все. Конечно, с некоторыми разделами могут возникнуть сложности. У меня такой вопрос. И отчасти мы как бы, пока книжку обсуждали, касались этого. Ну, вот условно, арифметик может быть много разных. Логик может быть много, которые друг другу противоречат. Насколько мне видится в этой истории, которую представляет Линнебан, мы все-таки как-то к какой-то одной теории в конечном итоге абстрагируемся. Или одни и те же объекты могут плодить, ну, по сути, получается бесконечное число теорий. Противоречащих друг другу. И это, ну, как-то странным кажется. Вот, может, я что-то недопонял. А в каком смысле арифметик может быть много? Ну, чисто теоретически мы можем сделать арифметику, где 2 плюс 2 равно 5. Она, конечно, ну, как бы дурацкая будет и все прочее. Но кто нам запретит, если мы можем абстрагироваться, как хотим? Мы не можем абстрагироваться, как хотим. Можем абстрагироваться, как хотим, плюс как нам мир разрешает? Ну, степень разрешений от мира зависит от степени интеллектуального хулиганства, которого мы придерживаемся. Все-таки никто же... Ну, условно говоря, мир же не придет тебе и не засудит тебя, если ты сделаешь неправильную арифметику. Ну, естественно, не засудит. Просто насколько вообще возможно создать другую арифметику? Что значит определить, что 2 плюс 2 равно 5? Да, я согласен, что это такая дискуссионная штука с арифметикой. Но с логикой это точно проще. То есть там можно сколько угодно истинностных значений делать и так далее. И если говорить о мире, например, то как раз если... Ну, как бы так... Принципы его работы, они скорее больше часто с множественными истинностными значениями, а не с двумя. То есть как бы классическая логика условная, которую, ну, в том числе, Элина бы и использует в книжке, она, в общем-то, является, наверное, упрощением во многом процесса. Значит, по поводу того, чтобы построить что-нибудь другое, не классическое. Ну, насчет логики, конечно, у нас все достаточно сложно. Тут нам все-таки приходится использовать какую-то логику для того, чтобы на основе нее чего-нибудь выстраивать. Ну, и там достаточно сложный, большой и, наверное, вечный спор о том, какая логика является правильной или какая логика является правильной для каких целей. Вот, что касается разных вариантов теории множества, то, по крайней мере, то, что здесь вот было представлено, это в некотором смысле нейтральная концепция относительно ряда очень спорных моментов. Ну, например, по поводу аксиома выбора ничего не сказано. По поводу аксиома больших кардиналов тоже ничего не говорится. По поводу там континуум гипотезы ничего не говорится. Строится просто теория множества ZF. Самое больше. По идее, мы можем, конечно, навешивать еще какие-то дополнительные принципы, и тогда мы будем менять структуру, которая порождается. Мы можем использовать какой-нибудь еще один принцип, дополнительно ввести на какое-нибудь новое условие для отношения достижимости, допустим. И тогда у нас, допустим, там, не знаю, аксиома выбора появится. Вот. Или еще что-нибудь в этом роде. Ну, то есть потенциально мы, конечно, могли бы получать разные варианты. Правда, здесь с этим достаточно сложно. Ну, то есть это не проговаривается непосредственно в этой книжке. С другой стороны, в других источниках, которые я смотрел, где идеи Линоба обсуждаются, проскальзывала такая идея о том, что можно выстраивать вот эту иерархию как бы в разные стороны, исходя из одного и того же. Ну, и таким образом у нас будут строиться разные теории множества. Вот. Но в этих источниках тоже это говорилось лишь как о возможности. Вот. То есть явно там это не прописывается никак. И даются там ссылки на одну из ранних статей Линоба, по-моему, 2013 года. Я вот, к сожалению, не смотрел непосредственно эту статью. Может быть, там он что-то по этому поводу интересно говорит. Ну, это не смотрел непосредственно. 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 Продолжение следует...